здравствуйте друзья в этом видео снова затронем вопрос установки home assistant споры о том какой метод установки лучше супервайзот или home assistant ос ведутся самого начала их появления каждый из них имеет свои преимущества и недостатки хаос специально адаптирована под home assistant операционная система с поддержкой от команды его разработчиков простая в установке можно использовать на виртуальной машине из недостатков ограниченные возможности самой операционки небольшое количество поддерживаемых платформ супервайзот home assistant предоставляет полнофункциональную операционную систему обычно ставится linux debian и полноценную систему управления умным домом может быть установлен на самые разнообразные аппаратные платформы из недостатков необходимость постоянной актуализации алгоритма установки который может меняться из-за выхода обновлений отличие в зависимости от используемой аппаратной платформы в этом обзоре мы с вами проверим работу специального скрипта home assistant universal installer который одной командой устанавливает все необходимые пакеты сервисы и зависимости а также сам home assistant включая репозиторий hacks и сенсоры мониторинга системы качестве аппаратной платформы будет использован одноплатник orange pi 03 под который на данный момент не существует готового образа home assistant ос благодаря усилиям автора скрипт постоянно находится в актуальном состоянии возможные вопросы оперативно решаются в телеграме сразу скажу что пользование скриптом платная но стоимость совершенно символическая при этом он снимает много головной боли и экономит много часов времени перед тем как мы начнем традиционно попрошу вас подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше и поставить лайк этому видео это даст возможность найти его большему количеству людей которые интересуются темой умного дома сначала несколько слов скажу о тестовой платформе на котором мы будем проводить испытания orange pi 03 приехал он с алиэкспресс ссылки на магазины вы найдете в описании под видео комплекте поставки только сам одноплатник в антистатическом пакете и небольшой вкладыш описание можно заказать и с блоком питания при желании построен он на базе процессора h618 четырьмя ядрами cortex a53 частотой полтора гигагерца и графикой arm mali g31 mp2 все параметры можно прочитать на официальном сайте ссылка в описании есть модификации на 1 полтора 2 и 4 гигабайта оперативной памяти в моем случае максимальная 4 гигабайт на я версия для home assistant вполне достаточно питание устройства производится через usb type-c кроме этого на борту имеется micro hdmi usb 2.0 и гигабитный ethernet беспроводные интерфейсы представлены wi-fi 5 и bluetooth 5.0 размер устройства 50 на 55 миллиметров память бортовая spi flash на 16 мегабайт и ридер для micro sd карт который находится на нижней части платы для home assistant достаточно 16 гигабайт 32 будет с запасом что касается корпуса на алиэкспресс уже есть некоторые варианты у меня распечатаны на 3d принтере все ссылки вы также найдете в описании для того чтобы была возможность запустить скрипт на мини пока нужно установить операционную систему это очень простой процесс который заключается в том чтобы на карту памяти развернуть готовый образ сам образ берется на официальном сайте orange нам нужен linux debian так как он официально поддерживается разработчиками home assistant я использовал сборку на 6.1 версии ядра далее выбирается папка в зависимости от объема оперативной памяти в моем случае 4 гигабайта и затем скачал bookworm сервер без рабочего стола архив занимает чуть менее 500 гигабайт в распакованном виде образ сервера займет уже более 2 гигабайт осталось только развернуть его на micro sd карту для этого удобно использовать balina itcher ссылку на официальный сайт я также оставил в описании качаем и устанавливаем далее подключаем карту памяти указываем путь к файлу образу системы и запускаем процесс записи после того как образ будет записан флешку устанавливаем в orange подключаем к нему сетевой кабель от роутера и питание через usb-c далее в карте сети роутера ищем новое устройство которое называется orange 5 03 моем случае ему был присвоен адрес 192 168 0173 для подключения используем любой ssh клиент я рекомендую party ссылку на скачивание также оставлю в описании указываем адрес порт 22 тип подключения ssh при первом подключении будет выведено такое предупреждение это нормально соглашаемся и попадаем в меню ввода логина и пароля учетная запись по умолчанию логин груд пароль orange пи перед тем как мы приступим к запуску скрипта установщика нужно обновить систему это делается двумя командами apt update получает список пакетов которые можно обновить apt upgrade непосредственно само обновление когда согласно списка загружаются и устанавливаются все последние версии после того как все будет обновлено для чистоты эксперимента перезагружаемся командой и reboot ссылку на официальный проект home assistant universal installer я оставлю в описании так выглядит его страница на момент публикации этого видео вам нужно оформить заказ и получить свою уникальную ссылку на скрипт а вот так выглядит ваша личная страница скриптом для каждого заказчика генерируется свой собственный токен количество установок конечное подробно можно уточнить у автора проекта для orange пи 03 обязательно указание типа устройства поэтому я отметил соответствующий переключатель справа и в меню выбрал код устройства копируем ключ переключаемся в консоль сервера и нажав правую клавишу мыши вставляем код скрипта в принципе это все что нужно сделать запускаем его следующем окне выбираем язык системы затем нужно подтвердить что сервер подключен именно проводом это обязательно и имеет выход в интернет затем остается только подождать пока скрипт не завершит установку все необходимые пакеты сервисы зависимости докер будут установлены автоматически автор проекта отслеживает все изменения и поддерживает его в актуальном состоянии скажу по себе это реально экономит кучу времени нервов кстати заметил такую забавную особенность как только я выпускаю урок с очередной инструкции по установке не проходит и месяца как выходит какое-то обновление которое привносит свои нюансы тут все эти вопросы перекладываются на чужую голову все рано или поздно заканчивается установка home assistant тоже для orange ps03 длительность установки 19 минут 20 секунд при этом все было сделано автоматически согласно рекомендации от скрипта перезагружаемся командой reboot через пару минут пробуем зайти по адресу сервера указав порт 8123 попадаем на первую страницу мастера настройки системы тут нужно указать имя пользователя и пароль обратите внимание что в самом низу есть опция восстановления из резервной копии если она у вас есть можно сразу указать путь к файлу у меня задачи восстановления нет поэтому иду по стандартному пути настройки новой системы я не буду тут показывать все диалоги мастера подключения они все достаточно просты интуитивно понятны их задача собрать базовые данные для настройки системы моя рекомендация отметить все опции по отправке статистических данных все анонимно и имеет исключительно научные цели так как у меня в сети довольно большое количество различных устройств часть из них уже была обнаружена система на этапе установки у вас это может выглядеть по-другому это нормально и наконец интерфейс home assistant как я и сказал у меня много различных устройств сети которые были автоматически обнаружены системой вашем случае картинка будет другая за исключением системных сенсоров которые добавлены автором скрипта проверим на странице данных о системе все в порядке нет никаких ошибок о неподдерживаемом типе установки в логике системы допустимы предупреждения связаны с ос-агент по сути эти сообщения информируют о том что не обнаружена система home assistant ос это нормально сеть настраивается в меню настройки система сеть вот так выглядит страница сетевых установок обнаружено два интерфейса проводной end 0 и беспроводный вилан 0 настроен только проводной адрес присваивается роутером автоматически переключившись режим статически можно увидеть текущий адрес его можно при желании изменить это на ваше усмотрение я обычно использую такой режим и адреса присвоены вручную беспроводный интерфейс по умолчанию деактивирован можно его включить но лично я рекомендую сервера умного дома использовать исключительно на проводном соединении нажав на кнопку найти точки доступа вы получите адрес доступных сетей как в диапазоне 2 и 4 так и 5 гигагерц выбираем свою точку доступа внизу отмечаем тип шифрования и вводим пароль сохраняем теперь второй сетевой интерфейс тоже подключен к сети чтобы быстро узнать ip-адрес переключаемся в режим статики адрес можно оставить можно поменять а можно обратно переключиться на автоматический режим интерфейс home assistant доступен и по адресу вай фай все выглядит точно так же как и на проводе при желании можно отключить провод интерфейс при этом деактивируется но как я и сказал ethernet надежнее чем вайфай старайтесь использовать его но ситуации бывают разные иногда приходится работать по вайфай еще проверим хакс это альтернативный магазин интеграции тем и карт интерфейса не то чтобы его было сложно установить но это еще один кусок работы который автор скрипта взял на себя в меню интеграции нажимаем добавить и ищем хакс перед установкой нужно отметить несколько чекбоксов а самые любознательные даже могут прочитать пояснительные записи шучу конечно пояснение нужно и важно читать всегда так как хакс напрямую связан с github откуда он и берет перечень интеграции обновлений то нужна авторизация для этого вам надо иметь аккаунт на github регистрация быстрая и бесплатная после этого или если у вас уже есть аккаунт кликаем на ссылку над кодом на странице активации вводим этот код можно скопировать вставить еще одно окно где нужно подтвердить авторизацию хакс готова магазин дополнений установлен его иконка появится слева на панели инструментов теперь у вас есть доступ к огромному количеству бесплатных интеграций интересных карт для организации интерфейса тем для оформления и так далее очень полезный инструмент который нужно иметь каждому каждом деле главное вовремя остановиться особенно когда это касается рассказа home assistant тут нельзя закончить можно только прекратить так как тема видео универсальный установочный скрип то все что касается его использования я показал от момента записи образа операционной системы до настройки сети и подключения хакс хома систем как видите пользование скриптом крайне простое всего лишь одной командой проводятся все загрузки установки настройки необходимая для работы home assistant включая даже системные сенсоры и хакс ссылку на сайт проекта где вы можете оформить заказ на его использование вы найдете в описании под видео там же есть и все остальные необходимые ресурсы включая магазины где можно приобрести показанный видеоодноплатник на этом все надеюсь что видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки подписывайтесь на мой канал о новинках умного дома можно узнавать из моего telegram канала ссылку вы также найдете в описании спасибо за внимание до новых встреч всем мира